Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкусное муссовое сливочное пирожное. Готовлю я его на любой праздник, а такая форма, конечно, будет актуальна на день влюбленных. И сначала мы с вами приготовим сливочный мусс. Займемся желатином, мы взливаем его водой, так вот хорошенько перемешиваем, даем набухнуть 5-10 минут. Также понадобятся холодные жирные 33% сливки 190 мл. Мы их взбиваем, в идеале надо взбивать их холодными венчиками. Взбиваем наши сливки до небольшой пышности. Не надо их сильно перевзбивать, не надо делать каких-то пиков, вот как только начинают они густеть при взбивании. На этом достаточно. Мы не делаем крем, мы делаем с вами пирожное муссовое, да? Вот до такого состояния, небольшая пышность. Также нам понадобится творожок данон, обычный классический творожок данон. Немного сливок в него, перемешали. Далее добавляем к нашим взбитым сливкам. Еще раз хорошенько все перемешиваем. Далее у нас с вами набух желатин. Растопили 3 секунды в микроволновке. Чуть-чуть растопили. Далее берем сгущенное молоко 80 мл. Выливаем наш желатин к сгущенному молоку и хорошенько все перемешиваем. Чтобы желатин весь разошелся в сгущенном молоке. Далее немного берем сливок. Небольшое количество сливок перекладываем к желатину и сгущенному молоку. Далее все это выливаем в общую массу. И перемешиваем. Перемешивать лучше всего, конечно же, лопаткой. Так, вот такой вот мусс у нас с вами готов. Далее берем силиконовую форму. У меня здесь форма из фикс прайса. Не очень хорошего качества, но мне нравится, как она выглядит. Вот такие красивые сердечки. Далее наполняем наш мусс. Наполняем не до конца. Хотя бы 1,5-2 см. Вверх оставьте. В принципе, у меня ушел весь мусс. Вот так вот хорошенько потрясите, распределите. И отправляем в холодильник на 3 часа. Чтобы вот этот сливочный мусс у нас с вами хорошо там застыл. Все, убираем в холодильник. Далее прошло 3 часа. Я готовлю ягодное пюре. Для него мне понадобится само ягодное пюре из черной смородины. Я его делаю 250 грамм черной смородины, 100 грамм сахара. Пробила, немного проварила. Если вам не нравятся косточки, можно через сито пропустить. Вот такое ягодное пюре у вас должно получиться. Общее количество около 300 грамм. Далее нам понадобится также с вами желатин. Желатин мы должны 10 грамм. Заливаем холодной водой 60 миллилитров и даем ему набухнуть 5-10 минут. Желатин у меня набух. Далее импульсом в микроволновке 3 секунды. Распустили. Этот желатин переливаем к пюре, к ягодному. Пюре может быть любое. Не обязательно черную смородину. Вот какая у вас есть. Причем ягоду можно брать обязательно, не обязательно свежую, можно замороженную. Далее переливаем в кондитерский мешок. И кончик я вот так вот закрыла, чтобы не выливалось. Берем наше муссовое пирожное. Она уже застыла, сливочный слой. И вот так вот вверх весь наполняем ягодным пюре. Ягодное пюре отлично дополняет сливочный мусс. Выливаем все. Немножко обязательно оставьте. Если у вас такая форма ягодного пюре, чуть-чуть оставьте. Отправляем в морозильную камеру на 4 часа. Итак, провел в морозилке. У меня он более 4 часов. Поэтому из формы идеально выходит наше пирожное. И все муссовые пирожные, конечно же, лучше замораживать. Итак, вынимаем из формы. Форма, конечно, не очень хорошая, она очень мягкая. Но все равно из морозилки хорошо все выходит. Такие пирожные получаются. Немножко пюре оставляла ягодного. И вот так вот, где вверх сердечки, мы заполняем их ягодным пюре. Размораживаются такие пирожные в холодильнике часа 3. Это очень вкусное сочетание сливочного мусса и ягодного пюре. Они отлично друг друга дополняют. Друзья, обязательно попробуйте приготовить. Здесь нет ничего сложного. Ссылочки на ягодное пюре я вам оставлю. Еще раз всем спасибо, что посмотрели мое видео. Всех с наступающим праздником. Подписывайтесь на мой канал. Подпишитесь на второй мой канал. Ссылочку я вам оставлю. Всем до скорых встреч.